Какое-нибудь уравнение. Ну, допустим, х плюс х в сотой равняется 2017. Ну, или даже лучше в 101. х плюс х в 101 равняется 2017. Как вы думаете, есть ли у него решение, если есть, то сколько? Сумма х и х в 101 стихе? Решение точно есть. Решение точно есть. Почему? Потому что это так или иначе функция. Это так или иначе функция, да? Ничего. Вот, и она возрастающая, значит она возрастающая. Она возрастающая. Чем больше х, тем х больше и тем х в 101 степени больше. Поэтому я как раз не стал писать 100, чтобы не заморачиваться с этим проблемой. Поэтому хотя бы одно решение будет, и в какой-то момент они перескутываются. Нет, а почему хотя бы одно решение будет? Вот, допустим, имеется функция, я не знаю, октану из х равняется 7. А октану из х равняется такая функция, у которой график примерно так выглядит. Ну вот, кто не знает, наверное, большинство знает, но если нет, то просто достаточно представить себе такую картину. Это там примерно, это биптус непримерная, это неполам, то есть полтора примерно. То есть если мы решим значение 7, это функция никогда не принимаем. То есть все-таки одного того факта, что она возрастающая, еще недостаточно. Что еще нужно сказать? В чем проблема? Не может ли она все время быть ниже 2017? Или все время выше 2017? Х равняется все-таки бесконечности. Х плюс х в 101 степени бесконечности. Это, конечно, хорошо, а так приведено к понятиям нижних чинов. Можно объяснить? Почему она бывает выше 2017? Почему это может быть больше и может быть меньше? Ну когда она, например, меньше? Подставим 2017 и 9 в 2017. Подставим их, допустим, равно единице. Ну, а более ленивые люди подставляют х равну нулю, и тогда получается нормально. А еще можно подставить, например, х равну нулю. И надо только понять, что класс 101 степени больше, чем 2017. Ну, а более ленивые люди могли бы подставить, что 2017, тогда уже ясно, что это возведение 101 степени, оно увеличивается, и можно не вычислять этого числа. То есть, явно, она иногда бывает лучше, иногда бывает лучше. Значит, был такой в советское время, советский анекдот, что сегодня рано, а послезавтра поздно. Когда же это у кредли? Вот, значит, если она бывает меньше, то, значит, и бывает больше, то значит, она когда-то должна быть и равна. Да, а, кстати, сколько решили? Одно. Почему одно? Ну, потому что это одно. Потому что? А функция ничего не степени есть. Значит, эти все функции ничего не степени, поэтому, как мы уже сказали, они возрастают. Значит, если было бы два решения, то это было бы странно. Сравним какое-то одно решение первое и второе. Ну, допустим, первое, которое выше. Тогда для второго решения и х второе будет больше, и это будет больше. А сумма по-прежнему равняется 2017, как и для первого решения, это, я думаю, и не будет. Значит, вот это уравнение имеет единственное решение. Кстати, если в школьной курсе пытаться все доказывать, то возникнет там, вот когда определяют, допустим, я не знаю, там, кубический корень или даже квадратный корень из х, если х положительно, то говорят, что он всегда существует. Но это тоже не так ясно. Почему есть такое число, которое, возведя квадрат, можно получить два? Может быть, мы некоторые возводим, получается мало, а некоторые возводим, получается много. Ну, вот рассуждение такое же, что как бы непрерывно меняется х квадрат, поэтому он не может миновать, ну, лучше, давайте просто проявить. Значит, иногда х квадрат бывает меньше двух, например, когда х равно единице, а иногда х квадрат бывает больше двух, когда х равно двух. Значит, есть такой момент, когда они сравниваются, и оно равно двух, потому что х квадрат меняется непрерывно. Вот это вот по-хорошему надо доказывать в школе, а это можно сделать. Определить, конечно, сначала, что значит, как бы меняется, все такое, но мы не будем вдаваться в большую строгость, а просто вот наглядно это выступает. Хорошо. Продолжение следует...